МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первые карагандинские новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Бойцы невидимого фронта, сотрудники органов национальной безопасности отметили свой профессиональный праздник. Лучшие удостойны наград Акима Карагандинской области. Перед тем, как убить, надругался. В Караганде в лесопосадке возле психоневрологической больницы найден труп пожилой женщины. На футбольном поле журналисты, актеры и политики. В Караганде состоялся товарищеский матч за Кубок Касыма. Традиционные мероприятия проходят два раза в год в Астане и Караганде. Они несут боевую службу. От их работы зависит наше спокойствие. Это все о работниках Комитета национальной безопасности. В стенах Дворца культуры Горняков прошло торжественное собрание, посвященное 24-й годовщине создания органов национальной безопасности Казахстана. Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдебеков поздравил участников торжественного мероприятия с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты наиболее отличившимся работникам. Уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности поздравляю вас с вашим профессиональным праздником 24-х летием создания органов национальной безопасности Республики Казахстана. И главные слова, которые хотелось бы сегодня адресовать вам в этот день это слова благодарности за верность долгу, значительный вклад в обеспечение стабильности и безопасности нашего региона. Новые направления и задачи по укреплению национальной безопасности постоянно отражаются за главой государства в ежегодном послании народу Казахстана. И это понятно, так как без надлежащего обеспечения безопасности нельзя построить демократическое правовое государство, обеспечить реализацию намеченных грандиозных преобразований. Необходимо отметить, что в свете недавних событий на территории нашей Республики действующая система мер по защите интересов национальной безопасности в нашем регионе достаточно эффективна. Благодаря тесному взаимодействию Акимата области и Департамента КМБ, а также других государственных структур, принятым предупредительным и профилактическим мерам, обстановка в регионе в целом остается стабильной. Я коллектив Департамента поздравляю с профессиональным праздником Днем национальной безопасности Республики Казахстан. Желаю им крепкого здоровья, самое главное – благополучия. И желаю им семьи, потому что у нас говорят, если тыл надежен, тогда значит оперативно работник работает беззаветно, очень результативно будет работать. И желаю им счастья. После церемонии вручения зритель ждал красочный концерт. Своё мастерство демонстрировали творческие коллективы Караганды. В начале месяца в Агурде президент страны Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам реализации программы индустриально-инновационного развития Казахстана. На очередном аппаратном совещании Ким Карагандинской области Нурмухаммед Абдибеков рассказал об итогах этого совещания и дал конкретные поручения. С начала реализации программы индустриально-инновационного развития в рамках карты индустриализации в Карагандинской области реализован 71 проект. Создано более 5000 новых рабочих мест. Такие данные привел глава региона Нурмухаммед Абдибеков. Он также отметил, что на сегодня высокую экономическую активность в стране удается поддерживать благодаря масштабным государственным инвестициям. Поэтому важным этапом становится формирование новых источников роста экономики. В ближайшие годы необходимо сосредоточить усилия на нескольких экспортно-ориентированных отраслях. В производственной сфере ими должны стать, например, производство продуктов питания, металлургия, машиностроение – это для нашего региона. В республике в целом еще агрохимия включается. В сфере услуг следует обратить внимание на транспорт и логистику, здравоохранение, образование, инженерно-технические услуги, туризм. Поставлена задача при этом добиться увеличения несырьевого экспорта к 2025 году в два раза на растение. Аким области также отметил, что каждый город, поселок и район должен принять активное участие в реализации этой программы. А то иногда получается так. У нас в сельский округ приезжаешь, а он себя не видит в этой программе. Говорит, ну хорошо, там область напрягается, что-то делает, а у меня нету, моего участия там нету. Я не понимаю, как я должен участвовать. И не вдомек, что там на одну единицу головы увеличил он поголовье, это тоже его вклад. На тонну молока больше сдал, это тоже его вклад в развитие. Переработал это молоко. Вот то, что сегодня рассматривали. Вот только через такую призму и надо смотреть участие. Говоря о развитии промышленности, глава области подчеркнул, что сегодня важным условием является реализация качественных проектов. То есть, если проект реализован, то он должен работать. А для того, чтобы это реализовалось, на самом начальном этапе надо как раз понять его жизнеспособность. А то у нас получается так. Иногда кидаемся в бой, потом доходим до стадии, когда проект запущен, тогда начинается следующая фаза головной боли, куда сбыть эту продукцию и начинает инициаторы проектов выкатывать арбузы, как говорится. В рамках программы индустриально-инновационного развития реализуется дорожная карта бизнеса и дорожная карта занятости. На эти цели правительством выделены дополнительные средства. О тем области подробно остановился и на других аспектах реализации программы, как то трудоустройство безработной молодежи, особенно насилие и профессиональное обучение. Реализация всех этих задач, по мнению Нурмухаммеда Абдебекова, позволит Карагандинской области успешно выполнить все задачи, поставленные главой государства. В Караганде в целях недопущения необоснованного роста цен местные исполнительные органы принимают следующие меры. Каждую неделю на рынке ШГС в крупных торговых точках проводится мониторинг цен. Заключаются меморандумы о соблюдении торговой наценки. Еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. В городах и районах Карагандинской области работают 33 социальных павильона, 4 коммунальных рынка и 285 торговых объектов, где созданы социальные ряды и социальные уголки. Об этом нам сообщили в областном Акимате. Проводится работа по созданию торговых мест на рынках на льготных условиях. Предоставляются места возле крупных магазинов. По отдельному виду социально значимых продовольственных товаров власти разработали пошаговый алгоритм по сдерживанию роста цен. Комиссия по управлению региональным стабилизационным фондом приняла решение о проведении товарной интервенции сахара 150 тонн по розничной цене 244 тенге, гречневой крупы 50 тонн по цене 312 тенге за килограмм и риса шлифованного 150 тонн по цене 156 тенге за килограмм. Абайский районный суд освободил условно-досрочно бывшего руководителя отдела земельных отношений Караганды Ернара Дарибекова. Он был в списке 21 обвиняемого по громкому коррупционному делу в отношении экс-премьер-министра Казахстана Серега Ахметова. Как сообщает пресс-служба областного суда, с учетом того, что представители департамента уголовно-исполнительной системы не возражали о возможном освобождении условно-досрочно осужденного Ернара Дарибекова, суд принял решение удовлетворить ходатайство осужденного. Из двух лет назначенных приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области он не отбыл два месяца и 24 дня. По данным суда, осужденный Дарибеков имеет два поощрения и две грамоты от администрации колонии. При удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении учтены следующие обстоятельства. Имел два поощрения за добросовестный труд и примерное поведение. Две грамоты за активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Имеет одну положительную степень. Содержался на облегченных условиях содержания. Взысканий не имел. Связь с родственниками поддерживал. За условно-досрочное освобожденное Дарибековым установлен пробационный контроль на неотбытый срок два месяца и 24 дня. Напомним, два других чиновника, осужденных по делу Серика Ахметова, уже вышли на свободу. Это экс-аким Карагандинской области Баужан Абдишев и бывший аким Караганды Мирам Смогулов. Андрей Тен, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Далее о происшествиях. В Караганде в лесопосадке обнаружен труп пожилой женщины. Неизвестный изнасиловал и убил 88-летнюю пенсионерку. По заключению суд медэкспертизы, она скончалась от множественных травм, а перед смертью была изнасилована. Правоохранительными органами начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса «Убийство и изнасилование». По предварительным данным преступник оставил после себя улики. На заборе полицейские нашли пятна бурого цвета. Специалисты также проверяют данные о телефонных звонках в указанном районе, совершенных во время преступления. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по двум статьям. Это статья 99 и 120 статья Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены экспертизой. Проводится расследование. Два пешехода пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на оживленном перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. ДТП произошло 13 июля вечером. Водитель автомобиля Нива, спускаясь с моста по улице Гоголя при повороте на улицу Нуркена Абдирова сбил девушек. Пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Обе пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительному диагнозу у одной из них – перелом костей таза. Степень тяжести нарушения и процессуальное решение в отношении водителя автомобиля будут определены после проведения необходимых экспертиз. А 14 июля в центре Караганды легковой автомобиль сбил мотоциклиста и пассажира. Авария произошла на перекрестке улиц Баженова и Новонижняя. Мотоциклист – молодой человек и девушка-пассажирка многочисленными травмами доставлены в Центр травматологии и ортопедии имени Макожанова. Полицейскими начато досудебное расследование. В региональной службе центральных коммуникаций состоялся брифинг, где карагандинцам рассказали о прохождении дорожно-строительного сезона в нашей области. Как известно, на сегодняшний день протяженность автомобильных дорог общего пользования Казахстана составляет 96,5 тысяч километров. Из них по Карагандинской области более 12,5 тысяч. В рамках развития транспортной инфраструктуры области на ремонт автомобильных дорог в текущем году запланировано 38,5 миллиардов тенге. Ассель Сазанбаева с подробностями. На город Караганду трансфер с областного бюджета составил 4,8 миллиарда тенге. Будет отремонтировано 48 километров. По программе «Дорожная карта занятость 2020» с местного и республиканского бюджета будет отремонтировано 2,7 километров дорог на сумму 52 миллиона тенге. По внутрипоселковым автодорогам за счет местных бюджетов городов и районов будет отремонтировано 45 километров дорог на сумму 108 миллионов тенге. Ремонт автомобильных дорог также имеет антикризисный характер, обеспечивая население рабочими местами и стимулируя отечественных производителей строительных материалов. При этом будет создано более 2000 рабочих мест. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 75%. Также на сегодняшний день при строительстве автодорог внедряются новые технологии, что приводит к улучшению качества и экономии бюджета. В этом году мы планируем в ноябре месяце пустить движение от Астаны до Тимиртов по всем четырех полосам дороги. Обход Асакарпы 21 километр. Мы идем с опережением графика. Бетонное покрытие мы уже завершили. Хотя по графику мы должны были сдать подрядную организацию АБК и АНС, это Белый Групп, идет сопряжение. В ноябре он должен был сдать. Но мы планируем сдать обход Асакарпы пустыми движениями в сентябре месяце. И со второго полугода, следующего года, до конца этого года планируем с Семирным банком, Европейским банком подписать соглашение. Ратификация потом пойдет через Можилис. И будем реализовывать от Тимиртау до границы Жамбульской области. 597 километров дорога будет построена с 40-полосной. К слову, между Тимиртау при Шахтинском будет прокладываться 6-полосная дорога бетонного покрытия, так как движение интенсивное. За сутки проезжают около 22 тысяч автомобилей. Самый главный враг дорожного покрытия – это вода. Необходимо прежде всего наладить систему водоотвода, отметили специалисты. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. На улице Карла Маркса заработал новый светофор. До этого жители Майкудука опасались переходить в проезжую часть. И хотя пешеходный переход на улице имелся, водители его часто игнорировали, нередко сбивая пешеходов. Екатерина Афанасьева более подробно. Несмотря на серую дождливую погоду, для жителей улицы Карла Маркса сегодня настоящий праздник. А причина тому – установка светофора. Теперь жители верят, дорожно-транспортных происшествий на этой улице будет значительно меньше. Переходить дорогу здесь было очень опасно. Жалобы от карагандинцев, проживающих в этом районе, поступали в течение двух лет. Немало несчастных случаев происходило, когда люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Конечно, водители еще одному светофору на своем пути не особо рады, но человеческая жизнь намного важнее. Именно поэтому отделом коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог было принято решение установить здесь светофор. Да, в рамках программы обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах отделом коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог было установлено данное пешеходное вызывное устройство. Данная мера предназначена для безопасного перехода именно пешеходов. Жители района «Восток-3» рады новому светофору. Теперь им достаточно нажать кнопку, после чего автомобилистам загорается красный свет, а пешеходам зеленая дорога. Этот перекресток был очень-очень опасным. Не знаешь, то ли идти, то ли смотреть за машинами. А сейчас, конечно, очень хорошо перед остановкой поставили светофор, безопасно. Рад, конечно. Безопасный стал. Я очень даже рад. У меня племянницу на этом светофоре аварию сделали. Таз разбили, зубы вывела. Я рад. В вечернее время суток вообще пройти не останавливается. Вот сейчас все для людей хорошо. Конечно, светофор помогает пешеходам и водителям обойтись без несчастных случаев на дороге. Однако внимательность и бдительность превыше всяких светофоров. В Казахстане выпустили в обращение почтовых марок серии памятные и юбилейные даты, посвященных известным казахским ученым, общественным и государственным деятелям. Алихан Букиханов – видный общественный и государственный деятель, организатор и лидер Национально-демократической партии «Алаш». Номинал марки «5 тенге». Ибраэл Тенсарин – выдающийся казахский просветитель, педагог-новатор и организатор новых школ. Этнограф, поэт и переводчик. Номинал почтовой марки «Литера А» – 121 тенге. Каюм Мухаммед Ханов – лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Ученый, поэт, писатель, драматург и переводчик. Основоположник научного обоеведения и шакарымоведения. Номинал почтовой марки «Литера А» – 218 тенге. Почтовые марки отпечатаны на банкнотной фабрике Национального банка. В Караганде прошли соревнования по футболу, посвященные памяти поэта Косыма Аманжолова. Мероприятие проводится уже пятый раз. Организаторы отмечают, что интерес населения к этому соревнованию растет. Особенность этой игры в том, что по футбольному полю мяч гоняют непрофессиональные спортсмены. Кто переоделся в футбольную форму и зачем, расскажет Екатерина Афанасьева. Участие в соревнованиях принимали две команды – из Караганды и Астаны. Но не профессиональные спортсмены. На футбольное поле вышли любители. Среди них – журналисты, актеры, политики и филологи. Такие соревнования организуются в республике с 2013 года. С тех пор они проводятся два раза в год. По очереди в Астане и Караганде. Организатором выступило Управление молодежной политики Карагандинской области. Игра посвящалась 25-летию независимости республики Казахстан и 150-летию Алихана Букиханова. Цель нашей игры – это пропаганда здорового образа жизни среди населения. Мы проводим такой турнир уже пятый раз. Для нас честь организовывать мероприятие в память о таком великом человеке. Он пример для казахского народа. Касым Аманжолов – казахский поэт, переводчик, общественный деятель. Он патриот своей страны и многое сделал для казахского народа. Благодаря ему люди, не владеющие казахским языком, смогли узнать о культуре и традициях казахов. Встречи на футбольном поле проводятся в память о его трудах. Футбол – это только начало. В планах у организаторов проводить соревнования и по другим видам спорта. Команды основательно готовились к этим соревнованиям. Мы замечаем, что с каждым годом все больше и больше людей принимают участие в турнире. Дело ведь не просто в игре. Все направлено и на единство среди футболистов. Самое главное на поле – взаимосвязь. По итогам турнира со счетом 3-2 победила команда города Караганды. Победителям вручили кубок Касым. А после жаркой игры состоялся концерт в Доме дружбы в честь памяти великого поэта Касыма Аманжолова. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последнее. Очередная акция «Добра» от клиники «Гиппократ». Сегодня прошел день открытых дверей. Все желающие получили бесплатную консультацию у врачей-эндокринологов. Кроме консультаций, каждый пациент прошел осмотр, а также все посетители получили скидку на лечение 20%. Сегодня все желающие могли получить бесплатную консультацию у эндокринолога. С 9 утра и до 4 вечера специалисты принимали пациентов, выслушивали жалобы, давали рекомендации, выписывали рецепты и назначали лечение. Как выяснилось, заболевание щитовидной железы в настоящее время получило широкое распространение. В связи с этим, с целью профилактики и ранней диагностики, в клинике «Гиппократ» введена малоинвазивная методика. Это тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы. В проведении данной методики, то есть показания к проведению манипуляции, это узлы одного сантиметра и более. Сама манипуляция не требует никакой подготовки, не имеет никаких противопоказаний. Проводится в амбулаторных условиях, строго под контрольным УЗИ, что позволяет более точно подойти к узлу, взять материал и в дальнейшем получить точный результат, что и в дальнейшем помогает в работе. Как уверяют специалисты, после проведения процедуры никаких рекомендаций не требуется. Тонкоигольная биопсия занимает не так много времени – всего 5-10 минут. Помимо бесплатной консультации, пациенты в этот день получили 20-процентную скидку на дальнейшие обследования. Это не последний день открытых дверей в клинике Гиппократ. Врачи различных специальностей будут до конца этого года и весь следующий проводить подобные мероприятия для горожан. Асель Сазамбаева, Исламбекоспан, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солболинстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин